Володя, мы с тобой знакомы с момента твоего рождения, ты мой крестник, как тебя крестили тут, все, Володя, смотри только, чтобы ветер не мешал, ну не знаю, это да, вот так-то не сильно он, я не знаю, не сильно, чтобы шума-то не было, вот, я кое-что для памяти хотел оставить, иные начинают там вламываться, не записать, я все записываю, никогда не запрещаю, это наша жизнь, биография, коротко назови свое имя, фамилию, отчество и место, время рождения. Сисков Алексей Семенович, место рождения поселка Потеряевка, 16 августа 1956 года. 56? Да. Это Мамонтовский район, Алтайский край. Поселок Потеряевка. Потеряевки сколько жил? С 56 по 71. Ты поехал в каком классе учился или уже? Да, в 9 классе учился. В 9. И там, когда приехал, после этого поехал куда учиться? После 10 летки? После 10 лет я пошел в техникум учиться, поехал. В Ставгородский, связательный техникум. Его закончил? Да, закончил, с отличием. Работал? Начал работать, поступил в институт. В Барнауле. В Барнауле. Алтайский, Алтайский хозяйственский. На какое отделение? На агрономический. Я в него сдавал экзамены на механизацию. И с этими экзаменами поступил в строительный. А почему? Ушел оттуда. Ну, видимо, понял, что не мое. Забрал документы и меня там приняли. Ну, вот такое дело. Когда ты закончил? Как закончил? Ну, я техникум закончил с отличием в 78-м году. Значит, в 80-м поступил в институт без экзаменов. Восчий учился? Нет, я заводчик. Заводчик. Учился и работал. Или работал и учился, как правильно. Закончил успешно? Успешно закончил, да. А работал где? Работал в Черной Курье, бригадиром. А туда направили или как оказался там? Да, направили. Тогда по направлению было? Да. Ну, вообще направили мне в Порщино. Но там наши руководители обещали одно, дали другое. Я работал на компании. Если ты рядом, там где-то закрыл дом, вот сюда, сядь с собой. И хоть ударом, сядь. Иди сюда рядом, а то ты не видишь. Я еду. Ну, подвеси, пусть он с той стороны садится. Поэтому после этого жене дали направление в Топчихинский район. Я ее поехал устраивать. А когда ты женился? В какое время? Значит, женился я в июне 1978 года. Это тебе было 23 года? Да, 22 года было. 22 года. А как ты ее нашел? Где познакомился? Ну, учились мы в техникуме вместе. В одно время закончили. А она откуда родом? Она сама с Хабарского района. Алтайский край? А что есть специальность? Агроном? Тоже агроном она, да. Потом она работала по специальности? Да, работала она. 15 лет отработала. И как ты в Порщино перешел тут? Как это было? Закончил институт. В Курье не было работы. Направили в Порщино. Дали распределение. Сколько Порщино в то время было с телехоза угодий? 14 133 гектара. 14 133 гектара. И ты, значит, плодородие все знал? Ну, как ты плодородие узнал? Без Порщино экспертизы ты не узнаешь. Но, видимо, документы были все-таки? Конечно, конечно. Согласно документации, вносили удобрения. Как в Порщино возник вопрос образовать сады? Чья эта идея была? Ну, сады у нас же в 86-м я пришел в Порщино работать. В 87-м разделили на Ермачиху и Порщино. Это был один совхоз? Один совхоз был. Потом разделили на Ермачиху и Порщино. Ну, и встал вопрос организации своего сада. А у Ермачихи был сад, и он отошел? Это был совхоза Порщинского сада. Он отошел в Ермачиху. Встал вопрос в организации своего сада. Ну, и кто мысль этот упадал, что тебя ставить над этим делом? В смысле? Ну, дело-то коснулось того, что насаждать надо? Землю какую-то выбирать под сады? Ну, так вначале-то мы, значит, согласно с институтами Лисовенко заказали проект, на основании проекта разработали, указали, где площадь будет, какая площадь, и где отвели. А кто отводил и указал, какая площадь? Вы им дали? Да, конечно, конечно. Наметку. Именно Агроминческая служба. Ну, раз я возглавлял Агроминческую службу. Почва какая? Как она? Средняя чернозема у нас по плодородию. Среднегумусная. Для садов они ответили подходяще. Ну, почему? Мы, кроме этого, порядка 150 тонн вносили на гектар. Значит, там как бы солонцы и холоди, значит, местами вносили чернозем. Поэтому от 80 до 100. На гектар? 150, да. Тон? Да, да, да. Насили. Потому что там вообще не было ничего. Ну, так-то вносится 25-30 тонн. А сколько гектар всего? 19 гектар. А почему решили настолько больше? Знали, что поглотит солонец? Ну, просто место, значит, там было такое, что... Ну, как-то совхоз пошел на такие затраты? Ну, раз население... Населению не нужен был сад, поэтому прошел. И сколько ушло на закладку? Вот на посадку? Я сейчас не смогу сказать. Это же документально должно быть. Примерно там год, два, три... В смысле, на закладку сада? Время сколько закладывали? Что можно сказать? Сад посажен. Два года. Два года. Сколько рабочих было? От 15 до 22 человек. Все свои корченские? Да, женщины. Временные. У сада никакого названия не было? Просто сад? Ну, просто сад. Совхоза Корченского. Плотово-ягодный сад. Я не знаю, насколько это достоверно, тебя сейчас спрошу. Будто бы... Там тогда был Мануйлов, Анатолий Сергеевич, кажется, директором совхоза. Ну, и кто-то сказал, говорит, землю-то неудобью какую сделали. Он говорит, сиськову хоть камень дай, он на нем вырастет. Ну, я такого не помню, не могу сказать, но... Я слышал, там мы хоть какую землю даем. Но сад у нас плодоносил. И неплохо плодоносил. Я был. Сад прекрасный просто. Да. Это сколько гектар сад? Там 16, но с лесополосем 19. Что там растет? Ничего не растет. Ну, посажено было? Там весь набор плодоносил ягодных культур. Перечислить, да. Яблоня, сланцевая полукультурка, смородина, малина, облепиха, земляника, Виктория называет. Значит, черноплодку, ну, мы маленько садили черноплодку. Значит... Рябина. Рябина, да. Ну, кроме этого, еще и огород полтора гекара был. В саду в этом еще. На территории этого сада. Еще что там было? Ну, и все. Откуда брали саженцы? Слесовенко? Да, все слесовенко брали. А кто за ним ездил, выбирал что-то именно это? Ну, я лично. Сам ездил, брал. Оправдал себя сад? Игнат Тихонович, если человек нужно для населения, значит, и чтобы удовлетворить потребности населения, то работать производство навсегда оправдает. Население. Самое главное, это люди в совхозе. Поэтому любое производство, оно затратное. Ну, не говорили, что затратили столько, а теперь прибыли это не... Да нет, конечно. У нас же окупается, должно окупиться в пределах порядка 25 лет, 20-25 лет. Засчитано. Конечно, конечно. За один год-то он не окупится. Я не видел, он как огороженный сад или нет? Нет, он был окупан на траншеях. Стояли металлические столбы, на которых висели ворота, металлические. А там вокруг еще не было? Нет, все было окупано, траншея. Только траншея? Два метра глубина. А полив как? Полив у нас... бочка стояла, стоял... этот... кто... насос... но он как-то не удался. А откуда качали? Схубинское. Слишком низко и мал был производительность насоса. А значит, ваш сад был намного выше? Конечно, конечно. Насколько выше там? Метра... Ну, метров на восемь. На лыжи. Да. Над уровнем речки. И потребность воды какая была сутки, примерно, летом? Ну, порядка двадцати, пяти, тридцати тонн в сутки. Нужно было бы. Но поливали, когда садили, значит, было шесть кварталов земляники, как называют в простонародье Виктории. Мы поливали, значит, при помощи К-700. Я хотел спросить... Десяти кубовая бочка у нас была. Насчет сада, значит, так. Понятно. Сейчас заброшен он. Да, его выжгли. И сейчас, если кто берет, с них не высчитывает ничего? А там нечего брать. Там ничего нету? Ну, сгорело, да. Ну, а что, облепиху поломали? Ну, оно сгорело. Сгорело все. Пал пустили, и все. Пал пустили? Конечно, конечно. Так что, все сгорело, ничего нету. А пустили пал, как это? Пахта, человечество? Ну, а какой же? Не от молнии? Да нет, конечно. Нет, конечно. Я слышал это дело. Что с Чибисом-то было? Афанасий Филиппович, кажется, знать? Я не могу сказать, потому что я его плохо знал. Он герой социалистического труда был. То, что герой, я слышал, бригадиром работал. А что случилось? Я конкретно сказать... Ну, мне, как было известно, будто бы что-то с директором не поладил. Не знаю, это было раньше намного. Я его даже, честно сказать, не помню. Я просто помню по фамилии. Он на горе был. Дело в том, что я был, когда здесь учился, и учился у деда Турова, Петр. И он у него огородил, а я там еще жерди помогал ему обгораживать. Ну, за речкой где-то он... Да. Как сам он заходишь, там в него втыкались. Прямо сразу почти. В каком месте, я не могу сказать. А прямо, как выходишь. Я заходил, никто даже не знает, что там он когда-то был. Вот. Возле Турова жил кто-то? Нет, Туров-то совсем в стороне, но он его дед-то, этот Туров, одноглазый был. Туров, отец этому. Дмитрий Федорович? Да. Он не живой? Или живой? Дмитрий Федорович? Да, это вот этот, который? Да, да, да. А это его сын. Ну, наверное, так. Дело в том, что Чибис привозил овечья к нашему отцу. Пасти. Пасти. И не заплатил. Но он видел, что отец наш, там 10 ребятишек, инвалид войны. давай скидывать, кажется, Марья, жена была. Марья отдаст. А Марья говорит, Афоня отдаст. И не отдали. А когда он повесился, после этого неприятного случая, на чересидельнике, отец еще... именно поэтому повесился? А нет, отец говорит, может на мои, говорит, деньги-то и чересидельник купил. Еще припомнил это. Вот, мы помним, тогда вот эта дорога была здесь, а тогда машину ему-то и к одному герою дали. Такая, как ванна перевернутая. И как только увидим, там едет по бугру, кричим, щибис едет, в деревне видели. Для нас это было в то время машина, мотоцикл-то и то. Такая вот история. А этот, Мануйлов директор сейчас предприниматель. Почему? Он на пенсии? На пенсии-то на пенсии, но он, говорит, мельницу завел или еще? Нет, нет, ничего. А было? Ну, было, а у его сына. А, у его сына. Да. А у его, вот я не помню, что было. Так, как в духовном плане, я хотел тебя спросить, ты вот рос, как, у тебя семья-то верующая была? У нас? Да. Ну, конечно, верующая. У тебя дед был в то времена, в те времена. Дед был, Степан, конечно, глупо верующий. Твой дед и мой отец родные братья. Мы очень, мы кровная родня. А как вы узнали, что мы родные братья? Ну, как, не знаю. Мой отец Тихон Дмитриевич, а твой дед Степан Дмитриевич, вот Пелагея Дмитриевна была, вот Ивана Мельчакова. дедушка был глубоко верующий, конечно. Глубоко верующий. Вот. Я к нему, с отцом они не ладили, что-то, а я все равно тайно приходил и с ним вместе был, занимались. Да. Он нашел священство, понял, что староверы были кержаки, а он нашел вот белокреницкую иерархию. Он большую роль сыграл в этом деле у нас, мы поиск искали. Разве у него нет староверов? Нет, конечно. Они были беспоповцы. А, беспоповцы. Священства не имели. А он понял, что без священства спастись нельзя. И поехал в Барнаул и нашел. Там был Павлов. Нашел священника и дальше приехал, стал здесь говорить. Говорить. И тут еще несколько человек, которые приняли это, присоединились, вот это гонение, у него книги отобрали, у дяди Степана. именно по аппарату. И в комсомоле-то был? Ну, как в комсомоле? Я не только в комсомоле, но и в партии был. В партии был. А как вступал в партии? Кто-то побуждал или сам? Ну, видите, никто не побуждал. В армии в то время был отличник боевой политической подготовки, спортом занимался. Ну, и как передовика в этом плане, спортивном плане, значит, меня приняли. Придолжили? Придолжили, да. И сколько ты был в партии? В партии 12 лет. А когда вышел? Ну, вышел как партия, распалась. Мы-то ничего от этой сильно партии не имели, кроме уговоров. Да, понятно, что она могла дать их. Там было 18 миллионов коммунистов. Это в каком году было? В 91-м. В 91-м. Вот, где Горбачев-то был блокирован, Форос-то. Мы туда заезжали нынче. Это все Маргарет Тэтчер, там эти масоны все обдумали. Как перевести, как партию убрать. Вот 19-го августа, вот сейчас, это как раз Пуч, когда был. В 91-м году. А мы с батюшкой здесь ушли, в 91-м год, мы уже были здесь. Уже корова была у батюшки. И мы уж не шиповник собирать. Едем, идем, к лагерю, такой какой-то звук идет. Батюшка, что такое? Подъезжаем, это Югонин. Он был вторым, директор Валерий Григорьевич, директор Кадникова. И он приехал, какие-то две женщины, но, видимо, тоже какой-то пост занимает. Он веселый, радостный. Слушайте, вы не знаете, что в Москве-то переворот, кому не с основа к власти пришли. Ну, теперь мы этим демократишкам покажем. Теперь все в магазинах будет. Я так удивился, я говорю, а откуда возьмут? Да как откуда? Да ты сколько? Ну, неприкосновенные запасы откроют там, это военные, которые было стратегически. Я говорю, этого всего в стране ровно на три месяца, если подчистую съесть. А дальше-то опять ничего нету. Но оно получилось не на три года, на три месяца, а на три дня. Через три дня уже все свернули. Три человека там погибли в Москве. И это все. Это, конечно, была игра масонов, замысел большой. Вот. Вот я когда приезжал здесь, сюда, я тогда ничего не знал про Сивера Владимира Митрофановича. Вы его знали раньше? Ну, так, немножко. Прозвище у него было, правильно? Нет? Главное, рыбак Алтая. Ну, так оно и было. Да. Почему прозвище? Это и был главный рыбак Алтая. К нему там космонавты приезжали, первые секретари крайкома партии, Аксенов там и все. А я с ним сидел в одной камере. В Ливарии, да. И поэтому кое-что известно мне. Он говорит, однажды приехал прокурор, ну, какого ранга прокурор района, ниже-то не бывает, или это и с края было, я теперь уже не помню, что он сказал, говорит, ну, на охоте были, ну, а Владимир Митрофанович мне и говорит, ну, приехал-то ты не просто охотиться, а с какой-то целью, а тут еще один человек какой был, да, сын секретаря райкома партии, говорит, тут попался, а вот тут на охоте как раз секретарь-то пришел, тут они на охоте вместе, ну, сгладить это дело надо, ну, сгладить как, только признать невменяемый, отправить на какое-то время, статья-то тяжелая, 102-я, убийство, убийство, да еще с изнасилованием, вот, и вот они там, когда были, я не знаю, с какой стати, а разговор зашел обо мне, это уже после отсидки, нет, до, до, я знать не знал про это, он мне говорит, я, говорит, вас знал по разговорам, прокурор какое-то отношение ко мне имел, видимо, первый раз я уже сидел, это в 80-м, а с этим-то мы встретились, ну, с севером-то, в 86-м году, в 86-м году, ну, и он тоже, а что я говорил, ну, что он мог сказать, говорил только о вере, вот, видишь, и жизнь себе испортил, он мог бы какую пользу партии принести, а мне это, первый секретарь горкома партии Барнаула говорил, и в КГБ, тоже не раз, вы бы знаете, какую пользу могли принести, ну, а какую пользу принес, вас самих там хватает, один на другом, а когда уже случилось вот этот переворот-то все, мне стали говорить, да, вы правильную позицию избрали, ваша версия оказалась верной, сегодня правители, там, Ельцины, и все стоят со свечками, я говорю, да я не ради свечек говорил, я верую в это, что Христос за меня умер, без этого вся жизнь, тусклая, она не имеет смысла, ну, я, допустим, ладно, я стал на 16 лет президентом, как Путин, но этому тоже придется, 16-й год кончится, и будет последний вздох, а дальше что, дальше-то надо глянуть, что за этим есть, если ничего дальше нету, тогда смысл жизни какой, ну, даже все абсолютно взяли, вот сейчас каких-то, 4 человека арестовали вчера, они какую аферу сделали, какие-то документы подделали, почти все банки подобрали, почти на 1 миллиард рублей, не миллион, а миллиард, их вот забрали, они сумели печати подобрать, все, и банки на это дело клюнули, то есть они очень хорошие финансисты, пока 4 человека арестовали, ну, даже я один из них, даже я Мавроди, ну, даже я, ну, как Березовский, скажем, или, ну, хоть кто я будет, Рома, ну, и что дальше, конец, и ничего нет, а когда человек верующий, он к этому подходит с благодарением Богу, вот, ребята уехали к вам, вот я будь не верующий, ну, уехали, побыли, и все, а я вот второй день, я постоянно, пару лет часов, я опять молюсь, Господи, бывает отлетит, что-то щепка там какая-то, пусть все будет благополучно, пусть сердце Семена Михайловича будет расположено, чтобы он порадовался, что таких ребят прислали, вот, проходит время, Неверующие ничего этого не имеют, он только видит, чурка, деньги, и еда, а мы за этим видим, видишь, человек располагается, он благодарит Бога, ты сколько операций-то перенес? Это тоже нужно говорить. Ну а что, покажи геройство своем. Раза три был, да? Да, четыре. Четыре. Тяжеленная операция, ходить-то, как я гляжу, ходишь. Это подвиг. Без скорби никто не спасется, и это ты принимай, как от Бога крест. А есть такие, которые вообще лежат неподвижно, а ты ходишь, чтобы никогда не возроптать. Бывает там, жена против, дети, это скорбь. Если ты благодаришь Бога, у тебя на сердце все равно будет легко. Я гляжу, ты в унынии, ты как будто никогда не бываешь. Ну вот от чего, разве от этого легче будет? Ох, истинно так. Наоборот, когда человек ходит унивший, упадший, понурый, мне кажется, наоборот, к нему больше пристает всего. Мне это близко. Человек с легким характером, с юмором, легко входит в общение, легко делится с тем, что есть, и не боится поделиться своим опытом. Потому что сегодня мы есть, а завтра нет. И мы не знаем, когда наша биография, наш опыт кому-то может где-то как-то сгодиться. Мы тут у Володи учились, как дрова колоть. Умеет колоть? Да, конечно. Он мастер. Я Володе говорил недавно, вот смотри, никакого образования-то нет у него, вообще. Вот. Нам Потеряев один писал, у меня два высших образования, но я делать ничего не умею. Он сразу, ну, филолог там. Я еще не знаю, что это, ботаник какой-то, или что-то он такое, там, по биологии. Но, а руками-то ничего не делают. Вот у нас тут есть, приезжает Николай Пальгуев, или Николай Кручин, он любое делал там. А вот приезжает этот Пищиков, ты не знаешь его? Володя. Володя. Он любую технику, вот был тогда Речкунов, Алеша, любую японскую, магнитофоны, холодильники, машинки, для него раз нету. Любой машина, на ходу стоит машина, он проехал, а я на мотороллер, подожди, мужик вижу, там что-то плохо у него, подошел, он подошел, маленько погрежу, к нему провода тянет, у него, говорит, с этим не ладно. А точнее, куталант да, но он умеет с ними делиться, и поэтому ценить надо этих людей. Мы думали, если сады закладывать, то без своей помощи тут никак бы не обошлось, но у нас пока это не ладится с садами с нашими. О кого себя, кто куст крыжовника посадили. Не, ну на это еще нужно научно обосновать, какую культуру где высаживать. А вот где сады были, старые, колхозные? Ну вот все равно, там же... Что, земля могла быть уже другой. Там же состав почвы меняется, климат меняется, состав почвы меняется. А мы еще это не понимаем. А в корчеле у кого-то ель, а растет хоть одна? Ель я не видел, а пихта вот есть. Пихта есть. А ты не мог бы, ну просто так, для примера оставить, кедра 4 посадить? Ну там у себя, может у нас. Дома? Ну да. Кедра? Ну я понимаю. Это тоже нужно знать, состав почвы, там где произрастает кедр, где наш состав почвы. А может быть, климат в мешки нагрести, да привезти? Ну можно и так, но это нужно много земли, чтобы... А как? Чтобы узнать, и тогда надо может быть состав какой-то, одну-другую мешать? Агрохимический состав почвы нужно надо все равно. Дело в общем, Владимир Шевелихин, писатель, был где-то около Стокгольма, сейчас я могу ошибиться в названии, и я увидел 4 могущих кедра, почему я сказал, шишками. Как они оказались здесь, сегодня является загадкой. В Стокгольме, там вообще, говорит, этого нет. Ну это, видимо, алтайские, такие плодоносные кедры. Это... Пихта я знаю, у троих или четырех человека, вот ели, значит, я не встречал. Да, они, по-моему, вот у меня ель растет на Ползунова. На Ползунова? Да, кем посажено, неизвестно. А не пихта? Нет, большая ель. А их я узнаю по коре и по иголке. Я работал на лесопильном заводе в горах, ну и там это, маленько узнал, что это означает. Спаси, Христос. Я услышал такое от батюшки на дне. Жена у тебя лучше делается, говорит. Стала, говорит... Она у меня не была плохой. Да, стала, говорит, разговаривать с нами. Мы зря плохо о ней думали. Нет, он не думает, он, я, говорит, это... Нет. И она расположеннее стала, говорит, там к верующим, она верующих не воспринимала, говорит. Я батюшке спрашиваю, как? Да нет, говорит, я сейчас недавно был, говорит, она разговаривает. Ну, ребята не дадутся врать. Ну, она, говорит, заботится. С нами немножко поговорила, она улыбалась даже. Вначале похмурится, а потом ничего. Ну, батюшка заметил эту перемену. Да. Батюшка, он внимательный. Значит, молиться надо крепше. У нас оружие одно, любовь. Даже кота стала вашего кормить. Второй день уже. Ну, смотри. А то, говорит, будете в вашем месте с ним на кухне, на летней кухне. Котик ласковый, правда? Да. Он на коленях вырос. Ну, не дают ему покоя наши коты. Ну, надо как-то... Даже маленький тот бьет его. Ну, он маленький, притом нежный такой. Он окрепнет, он будет обороняться. Нет, он больше, чем наш, намного. Ну, он вырос так. Он, значит, не дает никогда. на маленький бьет его. Он христианин. маленький бьет, и потом будут рассчитываться, когда он поймет. Спасей Христос. Так он ласковый, хороший. Вначале он нас тоже не воспринимал. Но сейчас он. Ребята, вы снимите, да, Игнатих, покажите, что он не похудел у нас. Да, 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 я заботюсь, потому что я его вырастил, я его выращиваю. Каждый раз, сейчас опять один у меня маленький. Сейчас я мальчику покажу, какой он растет. Сегодня первый день, как он вылез, и там, где с кошками был. Я тебе говорил, одна у меня потерялась, и пришла вымя. значит, видимо, подушили у меня. Она пришла, и теперь двое одного кормят. Он как пузырек катается. Как думаешь, вот, Корчино в перспективе, она начнет дальше, так как сегодня говорят, о благосостоянии быть большим, или еще один. Ну, сложно сказать по этому вопросу, потому что, слава богу, что еще на сегодняшний день у нас совхоз держится. Спасибо, может быть, Николай Васильевич в этом плане, что он... Его фамилия как? Кричиняков. Кричиняков. Поэтому, ведь многие хозяйства распались на сегодняшний день. Шесть хозяйств осталось. из 14 на сегодняшний день. В Алтае больше 400 на Алтае. А сегодня я услышал, а всего в России 143 тысячи. Деревни. Есть большие, а есть такие от 10 до 20, требующие особого внимания и помощи от более сильных. Там план какой-то разработан, ну, вряд ли это что будет, разворуют на подходе. 143 тысячи. Я цифру эту сегодня только услышал. Должно сказать на сегодняшний день, но будем надеяться. Но у нас, кроме того, что у нашей территории подстанции имеется, там порядка 30 человек работает только с нашего села. Ну, а так, на заработки ездит, на север ребята работают. Всех-то я работаю не обеспечиваю. Да, конечно. Приезжал мне... Кто-то в райотопе работает. Но сейчас он не работает. Приезжал ваш участковый, я, может, неправильно назову, Евгений Николаевич Афонин. Да, правильно. Правильно, да? Мне показалось, так у него звание майор, он мирный человек. Он старался здесь примирить и неоднократно говорил, как это дело, вот у вас тут конфликтная ситуация возникла тут, одна отошла от веры и пакости всякие наоборот делать, чтобы устав разрушать. И он с ней пошел говорить и неоднократно возвращался к теме, ну, какие ваши предложения, как это можно? Мы говорим, как было, так и пусть будет. А у нас еще устав, там, в краевом отделе юстиции, у нас строится деревня, восстанавливается на христианских, православных, старинных, благочестивых обычаях. У нас это все зафиксировано. Ну, она напротив, пояс не надо, платки не надо, там, ну, что. А он неоднократно пытался это дело как... Смотря для кого он мирный. Если человек не нарушает порядок, правопорядок, значит, дружность с законом, он мирный. Но если вы будете нарушать закон, он обязан на это ценности. Поэтому, здесь даже, и вопрос можно на эту тему не задавать. Я понял так, ну, бывает. Как человек, он порядочный, я его знаю, значит, поэтому, а так вот. Он приезжал, тут собаку, дало дрессировать. Если кто-то, значит, не владыр законом, и он будет стоять на букве закона. Так что, у меня о нем хорошее мнение. Он в Корченске? Да, нет, он приезжий. Он не то, с Коутихинского района, значит, где-то со стороны. Ну, у меня такое, Павел, мнение сложилось, что он мирный, но не агрессивный. Нет, он не агрессивный. Он хозяйство, будто бы держит корову. Хозяйство держит. Жена преподавательная работа, Татьяна Григорьевна. Когда тут несчастье было, приезжали, там, видимо, она была. Да, да, да. Так, я вашему пареньку покажу котенка. Да, пожалуйста. Все, спаси Христос. Так, пойдемте. Пойдем, я тебе покажу котенчика. Пойдем.